привет всем привет немножко готовлюсь к сейчас к брифингу завтрашнему и ребят конечно я хотела все вынести на брифинг но я поняла что я просто физически не смогу это сделать поэтому давайте я буду работать и параллельно снимать это видео для того чтобы потом вот вы сейчас меня вы видите поэтапно скажем так как я работаю над этой статьей потому что те эмоции которые я сейчас испытываю их вообще не передать ну для тех кто меня не знает или может быть смотрит первый раз меня зовут оксана майкова я помогаю инвестировать в недвижимость испании максимально выгодно и безопасно и помогая не в том плане что какие-то советы даю там непонятно какие просто я 20 лет живу в испании и все это время фактически работаю на рынке недвижимости в разных в разных 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 его аспектах поэтому ну что это значит да то есть я работала и в агентствах и самостоятельно и занималась клубным отдыхом семейным то есть все что вся работа которая в течение 20 лет у меня здесь была на вся тем или иным способом касалась недвижимости касалась работы с покупателями работая с русскоязычным рынком поэтому все подводные камни все какие-то нюансы да все за кулисья но мне очень хорошо известно и я стараюсь на страницах своих блоков социальных сетей этим с вами делиться плюс у меня как вы знаете есть школа надеюсь знаете или прочитаете в описании школа профессионального покупателя сам себе риэлтор это школы так курсы по подготовке к покупке недвижимости ну и вот такое вступление не знаю может быть я его вырежу еще куда-нибудь дену но давайте начнем с подготовки нашла статью потрясающую то есть готовил одну тему получилось совсем другая название статьи меня просто убила называется статья 10 проверенных способов обмануть покупателя недвижимости в испании и я в принципе не знаю как ее рассматривать то есть рассматривать ее как руководство к действию то есть эта статья для тех кто только приехал в испанию и решил тут сильно заработать на своих соотечественниках либо эта статья скорее всего она так задумывалась предупреждение туристов русскоязычных лет русскоязычных покупателей которые приехали хотят купить себе здесь недвижимость короче очень сложно давайте потихонечку разбираться потому что я не знаю был ли пьян автор статьи имени нет опять же толк агентства которые они представляют я пока говорит раскрывать не буду я это сделаю в конце скажу только что открыв ладно давайте поэтапно потом расскажем просто конечно я провела свое собственное расследование и так первое первое значит проблема или как это сказать 10 при проверенных способов первый проверенный ох да залетела первый проверенный способ обмануть обмануть покупателя недвижимости в испании это свой нотариус в кавычках это залог успешной аферы я начну середины вы текст видите да функция нотариуса удостоверение личности участников сделки подтверждение присутствия всех необходимых для сделки бумаг подтверждение юридической чистоты объекта недвижимости подписание документа купли-продажи купли-продажи и его последующая регистрация в государственном регистре объекта в собственности испания вот это вот скопирована откуда там то есть это не по су по почерку это не выдержание автор это написал потому что читая всю статью вы в этом убедитесь то есть не тот стиль не та формулировка не те формулировки но более-менее плюс минус что-то похожее на правду и так функция нотариуса опять же ребят я эксперт по недвижимости почему я себя экспертом называю потому что через меня прошло море сделок и опять же мой плюс в том что работая в школе до работая со студентами как я называю своих потенциальных клиентов очень часто мне попадаются люди которые уже наступили на эти грабли до хочешь разобраться в деле войди в него вот люди которые сделали ошибки они также мне пишут и наверное если вы даже сейчас меня слушаете и вы находитесь в том числе вы понимаете о чем я говорю потому что вы сами через это прошли те кто не проходил процедуру покупки и не знает как это происходит на самом деле в общем то у вас может быть неоднозначное камня отношения но тем не менее функция на то есть у натальюса удостоверение личности участников сделки совершенно верно подтверждение присутствия всех необходимых для сделки бумаг совершенно точно подтверждение юридической чистоты объекта недвижимости подтверждение юридической чистоты объекта недвижимости соответствует из тех бумаг которые вы представили поэтому опять же до подтверждение юридической чистоты здесь совершенно точно нотариус это отвечает подписание документа купли-продажи это так его последующая регистрация в государственном регистре объектов собственности не совсем так то есть вы можете после подписания документов у нотариуса проект пойти в регистр государственно и самостоятельно зарегистрировать вашу собственность если вы это делаете через вашего нотариуса через которого вы подписываете бумаги в том случае вы оплачиваете услуги нотариуса за вот этот вот скажем так вот за это действие то есть нотариус не это не его функция то есть это него обе обязательства но пусть будет в большинстве случаев в большинстве скажем так в 95 случаев из 100 естественно продавая недвижимость мы оплачиваем нотариусу эту услугу покупая свою собственную квартиру я сама оплачивала эту услугу нотариусу для того чтобы не тратить время не отвозить эти документы в реестр скажу так когда я покупала свою квартиру я не была так глубоко погружена осведомлено вот в таких вот тонкостях я конечно работала на агентство и вот этими всеми вещами у нас занимались другие люди а мы как продавцы то есть наши задачи было довести покупателя до нотариуса до сделки и в принципе я как бы думал я тоже так считал абсолютно точно что до эту сделку должен регистрировать нотариус на самом деле сейчас знает тонкости и обучая готовилась покупки могу вам сказать чтобы сэкономить там от 150 до 300 евро от 150 до 300 это зависит от региона опять же испании от региона от занятости нотариуса от его статус на стену там много всего до каждый ставит свою цену это такой рынок ну не совсем регулируем и да нет у каждого нотариуса есть определенный прайс который по которому мы либо платим либо берем другого нотариуса никаких проблем в этом нет и так государственный реестр для регистрации вы можете отнести документы совершенно сами подайте в течение там двух месяцев но месяца полтора вам зарегистрируют вы придете заберете оплачете пошлину пошлина составляет а я сейчас боюсь вам соврать чтобы по цифрам не запутаться но во всяком случае в два раза да будет дешевле точно совершенно порядка 60 евро мы регистрировали последний раз но я уверена что это зависит от конкретной недвижимости сейчас не буду вдаваться вот именно вот в эти цифры потому что ничего не как-то не готова я вообще статью села почитать но чтоб вы знали да что вот тут вот немножечко есть неточности хотя себя сейчас ловлю на мысли что видишь как совершенно точно не сказала поэтому поэтому наверное не начала прямой эфир хотела все это сделать в прямом эфире но посмотрим может для прямого эфира подготовлю и повторю так понятно функции нотариуса понятны функции как таковы и мы сейчас за правило взяли нотариус и в испании является независимым служащим это еще второй абзац начала читать предоставляющим государству представляющим государства и свидетель независимым служащим является до представляющим государства представящим государства и свидетелем подписания купчий он не может предоставлять ни сторону покупателя не сторону продавца ну да то есть мысль такая что нотариус представь представляет государство и не может представлять ни ту ни другую сторону совершенно логично и все про понятно на что обращает внимание автор текста все это верно только в том случае если нотариус который регистрирует вашу сделку действительно является испанским нотариусом имеющим соответствующие полномочия но друзья мои дальше он расшифрует свою мысль это конечно караул да то есть уже караул и давайте-ка первый абзац прочтем даст просто я начала со второго чтобы понять кто такой нотариус и как я отношусь к этой формулировке при покупке недвижимость теоретическая частота сделки объекта должна подтверждаться нотариусом именно испанский нотариус подписывая регистрирует официальный документ купли-продажи и скриптура публика является гарантом законности сделки испанский нотариус по сути отвечает своей государственной лицензии нотариуса за то что ваша процедура купли-продажи законная происходит в установленном парке абсолютно все четко точно нормально но автор я не знаю мы же сейчас обсуждаем статью 10 проверенных способов обмануть покупателя поэтому автор статьи нам приоткрывает как бы какую-то черную дверку и говорит такую вещь часто риэлторы из русскоязычных испанских агентств из русскоязычных испанских агентств отводят покупателей к своему нотариусу который говорит по-русски у него дешевле у него меньше очереди он ближе находится нужно подчеркнуть то есть нужно подчеркнуть наверное что он ближе находится братья браться если кто нибудь кто меня сейчас смотрит я знаю что вы живете в испании я знаю что многие из вас занимаются недвижимостью кто-нибудь когда-нибудь встречал скажите мне пожалуйста своего нотариуса в испании говорящего на русском языке который находится ближе к агентству по недвижимости у меня я честно нет я вам сразу скажу что для меня нотариус до одно время я говорила что может быть нам не нужны адвокаты адвокатская контора которая предоставляет наши интересы у того же самого нотариуса и я уверена в том что можно обойтись нотариусом причем при но в новых законах которые сейчас вводятся то есть это совершенно не сложно то есть нотариусов много нотариальных контор много ближе дальше они находятся этой не знаю но чтобы нотариусы говорили по русскому на русском языке и у него было бы дешевле я подозреваю что если нотариусы испанские заговорят на испан на русском языке то их услуги будут стоить дороже потому что они включат сюда еще и услуги переводчика то есть свое образа свой образовательный процесс по изучению языка и русскоговорящий уж точно будет дороже но никак не дешевле это прямо бабки не ходи но если кто-то знает русскоговорящих нотариусов пожалуйста напишите мне я с ними свяжусь то что мне очень интересно познакомиться потому что это прям ну не знаю не встречала за 21 год я не встретила ни одного русскоговорящего нотариуса который находится рядом с агентством и который бы пошел на эту черную сделку на какую-то потому что нотариусы обучаются больше чем юристы для того чтобы открыть свой кабинет это все очень сложнее получить лицензию нотариально ее потерять это фактически невозможно у меня такое подозрение я вам сразу скажу что на этом сайте у этого агентства нет испанских телефонов только русский телефон московский телефон местонахождение москва короче все как бы находится в россии ну к этому еще вернемся тут тоже есть такая хохма по этому поводу поэтому о чем пишут эти люди может быть знаешь как часть визита из испанской жизни и часть из русской жизни вполне возможно но я не знаю поэтому читает дальше нужно подчеркнуть что он хотел про своего нотариуса подчеркнуть автор не знаю дальше вариантов а дальше туча сгущались дальше вариантов обмана масса от проведения фиктивной сделки в которой ваша собственность регистрируется в кавычках только на бумаге до совсем беспредельных вариантов когда с вашим паспортом отданным для подготовки сделки мошенники уезжают в банк и снимают с вашего счета деньги внесенные для оплаты за недвижимость братьям они пошел наезд на банки испанские то есть как можно приехать с чужим паспортом и снять деньги то есть вот человек который выдает на кассе деньги он во первых сверит вашу фотографию с паспортом как минимум то есть тут надо знаете чтобы вот этот вот первый шаг осуществить до найти своего нотариуса то есть я так подозреваю что это кого-то надо посадить ну типа нотариуса да то есть это будет никакой не нотариус это будет кто-то где-то с чем-то выманить у вас паспорт в это время пока вы сидите читаете документы на испанском или уже на русском языке не знаю поехать в банк наверное тоже в свой банк какой-то то есть должен быть какой-то свой банк куда вы заранее положили свои деньги вот он поехал с вашим паспортом и вдруг значит начинает эти ваши деньги снимать но это как может быть я не понимаю чем думал этот человек каким местом хорошо вот он поехал с вашим паспортом отданным для подготовки сделану до вывода людей чтобы вам сделку подготовили а в это время бегом побежали деньги ваши снимать мошенники уезжают в банк снимать вашего счета деньги внесенные для оплаты за недвижимость как у них это получается вопрос и дальше очень просто ведь наверняка вам рекомендуют не только своего нотариуса но и свой банк который аналогично ближе к вам находится или там меньше очередей или там русскоязычный персонал или в этом банке не нужно подтверждать свои доходы нужно также подчеркнуть ребят полный вот вот полный бред брать не знаю пожалуйста кто смотрит меня из испании может быть я отстала может быть я живу в каком-то более лучшем мире но я когда это читал я вам честно говорю я готовила другую тему но когда я это прочитал у меня в прямом смысле видите встали волосы дымом и я их убрала в пучок потому что они у меня вот так стояли в разные стороны и я долго 3 3 золота такого бреда но это вредятин самое натуральное не знаю зачем способ обезопасить себя в единственный пользоваться услугами агентств да кстати это тоже интересно пользоваться услугами агентств нотариусов и банков основу которых составляют испанские они иностранные особенно русские клиенты то есть братцы мои прежде чем обратиться как я вывод сделал прежде чем обратиться да кстати вот я не понимаю почему агентства стоят на первом месте я бы написала нотариусов банков и агентств вот в таком порядке они наоборот вот так как статья идет от агентством ладно мы рекламируем себя наверное мы должны с вами сказать что да вот все такие а вот вы другие у меня здесь от другая другой вывод напрашивает что ребят если вы это пишете наверное вы это очень хорошо знаете или это ваша схема которую вы по какой-то причине слили в интернет не знаю зачем не знаю зачем мы пользовались но и ради бога потихоньку потому что до меня даже слухи не доходили о таких махинациях но вот я теперь стою настоящий детектив который вылится вот прям в целую у нас серию до целый сериал и так способы описопасить себя единственный пользоваться услугам и агент нотариуса банков основу которых составляют испанские они иностранные особенно русские клиенты то есть следовательно по мнению автора мы должны с вами прийти в агентство спросить вы работаете с русскими они должны сказать да нет не работаем а со мной будете с вами будем вы у нас единственный хорошо дальше мы идем в банк идем в банк сейчас с иностранцами работают не так много банков я имею да про ипотеку сейчас немножко перешагнула но тем не менее в испанском банке не так просто открыть счет очень непросто иностранцу очень непросто поэтому особенно слове славянина но не жить евросодружества америке так далее то есть но вот я давайте нас возьмем наших братьев украину то есть что у нас получается то есть мы приходим в банк и спрашиваем вы с русскими работаете с русскоговорящими они горит нет не работаем мы и уходим или говорим а можно с вами никогда не мы с вами тоже не работаем не но мы хотим с вами но не знаю такого банка которому ты бы пришел и сказал я русский человек у меня нет резиденции я хочу купить квартиру откройте мне счет вам 150 раз пробует куда-нибудь послать а потом там если вам удастся их в этом убедите и сказать что ребята переговорить на так далее но это другая тема ладно короче и к нотариус то же самое приходим к нотариусу и говорим вы работаете с русскими он год вы первый вот тогда мы начинаем с ним работать так что ли ну ладно вот вот такой бред но я зайти как чем дольше живешь тем больше с этим сталкиваешься я не знаю что это такое погоня погоня за хайпом может быть каким-то левом хайпом не знаю что это но вот выбирайте о чем люди пишут это только первый шаг из десяти проверенных способов обмануть покупателя недвижимости в испании если вам сейчас это видео зашло до если вы она вам о чем-то я не знаю как то вас кликнула пожалуйста ставьте обязательно эти самые лайки чтобы я понимала что можно продолжать ибо обязательно пишите комментарии потому что кое-какие вопросы я набросала тебя давайте может быть обсудим это вместе и теперь вы понимаете почему я не даже не представляю как приступить брифингу потому что вот это вот все это только первый шаг а еще и вступительная часть это все в 1 в 1 час полтора не не уложить поэтому я делаю вот такие кусочки по подготовке ставьте лайки подписывайтесь на канал там есть еще такой колокольчик туда тоже нажимайте чтобы оповещение по получать потому что вот этот сериал я хочу немножко раскрутить и пишите комментарии причем знаете если хочется вам написать гадость ну как бы да если вы не согласны с моим мнением ну тоже напишите я посмотрю как это будет идти хочу сама чем спросила но посмотрим ладно в описании есть то есть прочитайте читайте описание к видео потому что там тоже много полезной информации и подпишитесь на мою рассылку для того чтобы я могла вам какие-то вещи посылать еще и в письменной форме до писать вам письма все вот такое видео получилось надеюсь оно вам понравилось с вами была аксана майкова пока пока